Ежегодно в праздничные дни количество вызовов врача и госпитализации детей возрастают. Чем же так опасны новогодние каникулы? Об этом и о стратегии медицинской безопасности в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Очень приятно последний новогодний эфир года проводить с добрыми друзьями. И сегодня мы делаем это со Светланой Пырковой. Вы тоже, наверное, уже хорошо знаете. Это главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по городу Самаре. Заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники номер 15. Здравствуйте! Мы сегодня со Светланой Александровной работаем в прямом эфире. Не упускайте возможность задать вопросы специалисту такого уровня. Телефон для ваших вопросов 202-11-22. Ну и необязательно это будут вопросы только про новогодние праздники. Правда же? Конечно. А доктора новогодние праздники, наверное, не очень любят? Нет. Доктора не любят, потому что продолжительность их немаленькая. И в это время, конечно, они напряженно работают в дежурные дни. Совсем режим работы иной, нежели как в обычные плановые дни. А представить, что все спокойно, наверное, невозможно, да? Что, ну вот вообще ничего не случится в эти праздники ни с кем. Лучше быть готов. Предупрежден, значит, вооружен. Мы таком, в принципе, придерживаемся. И доктора, я думаю, все тоже. Ну, в общем-то, не случайно наш разговор назначен на сегодняшний день. Несмотря на то, что канун Нового года, но все-таки мы, если, ну, не о грустном, то о серьезном начинаем, да? Насколько мне известно, вот сейчас текущая заболеваемость детей очень высокая. И вирусные инфекции протекают достаточно тяжело. Это так? Да, в этом году порог по заболеваемости превышен. В среднем минимальное значение более чем на 30%. Заболевания болеют чаще всего дети старше трех лет, школьники и подростки. И в структуре заболевания у нас и вирусные инфекции, и грипп выделяется при исследовании, и пневмонии, и пневмонии различной теологии. В этом году у нас рост среди детского населения заболеваний пневмониями. То есть, в общем-то, все серьезные такие заболевания, в том числе и пневмонии, потому что она не бывает легкой. Пневмонии, самое по себе заболевание, как минимум, средне-тяжелое. Ну и грипп, по-моему, тоже не так просто протекает в основном, да? Грипп может протекать легко, если ты привит. То это практически небольшой насморк, и все, с трудом можно понять. А если, конечно, ты не защищен, то он с высокой интоксикацией, с лихорадкой. А в этом году дети у нас лихорадят до 40 градусов. Ой-ой-ой, какая высокая. Это тяжело для ребенка, конечно. Я вот прочитала вчера, что в Казани из-за роста количества пациентов с ОРВИ участковых терапевтов обязали работать до 12 ночи. То есть, у них до 12 ночи будут работать в поликлинике. Какая ситуация у нас? Как будет организована работа педиатрической службы в предстоящие длинные выходные? Работа педиатрической службы в наши новогодние праздники, она у нас строится на основании территориальной программы государственных гарантий нашей Самарского региона. И в бригаде по оказанию помощи есть несколько человек, которые обслуживают вызыва на дому, естественно, по тем вызовам, которые наши пациенты осуществляют по телефону в электронном виде через Кул-центр. У нас сейчас есть много вариантов в записи вызова врача на дом. У нас есть бригады по оказанию неотложной помощи, и есть прием пациентов в условиях поликлиники, режим работы бригад неотложной помощи с 8 до 8, режим работы приема пациентов в поликлинике заболевших с 8 и до 16.00. А совсем уж выходные всегда на связи какие-то экстренные службы, да? Экстренные службы, они, конечно, круглосуточно работают, скорая медицинская помощь, работают врачи-стационаров, это круглосуточная госпитализация. У нас будет в праздничные дни дежурит в соответствии с графиками в различных лечебных учреждениях свой график и рентгенотделения, и лаборатория. И выходят у нас врачи-специалисты, которые тоже могут оказывать неотложную экстренную помощь. Это и лор-врачи, и хирурги. То есть фактически у нас задействованы врачи различного службы. Все, стараемся максимально оказать помощь детям для того, чтобы снизить заболеваемость. Ну, здорово, что нам не нужно работать до 12 ночи, значит, у нас все-таки не такая еще ситуация, как в Казани. Да, хочется надеяться, что именно так. А тем более после нашего сегодняшнего эфира, сейчас все послушают, и дети вообще не будут болеть в новогодние каникулы. Мы будем думать, что именно так и будет. Надо это рассчитывать. Друзья, сегодня с нами в эфире Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по городу Самаре, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники номер 15. Мы работаем в прямом эфире, говорим о здоровье детей. И если у вас есть вопросы об этом, то вы можете набрать номер 202-11-22. Ну, а я предлагаю, как ни странно, может быть, сначала поговорить о традициях новогодних. Потому что, наверное, все, о чем мы собираемся поговорить, оно так или иначе с нашими традициями связано. Да, наверное, я думаю, да. Мы сегодня пообщались с жителями города и спросили их мнение, что вообще является опасным для детей в новогодние каникулы. Я вот сейчас заранее, может быть, чтобы у вас было время подумать, хочу вам предложить составить, ну, не знаю, сколько, топ-5 будем делать? Я думаю, достаточно будет. Не 10, да? Будем, да, сейчас посмотрим, что думают зрители, обсудим это. И выведем ваш топ-5 новогодних опасностей для здоровья детей. Хорошо? Конечно. Покажите нам опрос, пожалуйста. Покажите нам опрос, пожалуйста. Наверное, при охлаждении в такую погоду. Ну, наверное, если они чего-то там съели, то отравление часто бывает. И сейчас вообще идет такая эпидемия вирусных инфекций. Какие-то неадекватные жители, возможно. Ну, на улице. Я, ну. Ну, вот мнение наших жителей, ну, большинство, наверное, ответов все-таки было про еду, да? Да, мне тоже показалось, что про еду, про травмы, про, наверное, переохлаждение, употребление алкогольных напитков, возможно, в юном возрасте. Ну, почему нет, да? Фактически, наверное, я бы выстроила таким образом, что первое место все-таки перееданию. Просто мы, докторы, часто удивляемся тому, что, в принципе, у нас сейчас в связи с достаточно хорошим таким, наверное, доступностью и мандаринов, и шоколадных конфет, и остальных любых других продуктов, то, что когда-то в советские времена фактически было дефицитом, и казалось, на Новый год надо просто наесться этим всем, чтобы, наверное, настолько радоваться, что в дальнейшем забыть об этом. Сейчас, в принципе, с таким продуктами нет проблем. Но при этом все равно в новогоднюю ночь дети умудряются в подарках, ну, наверное, основную часть подарка съесть. Под празднование родителей, тихо сидя под елочкой. И потом, конечно, докторам приходится с отравлениями, с азиергическими реакциями бороться. Вот вы от ТОП-5 ушли, Светлана Александровна. Первое я себе записала переедание. Ну, еда, еда. Первое переедание. Наверное, второе – это петарды и какие-то такие взрывоопасные пиротехнические изделия, которые могут не только глушить, повредить и, наверное, навредить вообще колоссально детскому здоровью. Третье, наверное, я бы говорила о использовании иллюминации фонариков, которые могут быть пожароопасны в доме, когда дети остаются одни, а родители, например, пошли Новый год праздновать в соседнюю квартиру. Четвертое, наверное, это фактически будет травмоопасность, связанная с тем, что снег, лед, дети катаются вместе с родителями на подушках, с горок, иногда выезжают даже на дорогу. И четвертое, наверное, все-таки это будет… Ой, да, извините. Это будет переохлаждение, возможно. Возможно, это в канун новогодних праздников наши дети, они на новогодних елках, зачастую они до этого болеют. И, наверное, родители, желая как-то их порадовать в качестве сюрприза, когда они не совсем выздоровели, могут отвезти их на новогоднюю елку. Вот эта вот скучная обстановка и более тесный контакт все-таки способствуют распространению респираторных вирусных инфекций. Но за там последующие новогодние праздники в течение 10 дней дети все-таки и находятся в таком скученном сообществе и фактически приводят к тому, что все-таки заболеваемость потихонечку снижается. Ну, вот в вашем ТОПе нет алкоголя, и это, наверное, хорошо, да, что это все-таки не такая острая проблема, когда мы говорим про детей. Да, алкоголя в нашем ТОПе все-таки нет, потому что это та проблема, с которой сталкиваются все-таки стационары, когда дети с отравлением поступают. У нас в наркологической есть и лечебное учреждение, но и отделение токсикологическое в больнице Середовина. И, в общем-то, это круглосуточный стационар, это не амбулаторно-поликлиническое заведение. Ну, и завершая тему алкоголя, уже тогда еще у меня вопрос. Это ведь не то, что подростки, например, целенаправленно выпили алкоголь в новогоднюю ночь. Может быть быть и так, что родители как-то отвлеклись от стола, и малышей может привлечь, не понимая как-то оставленный алкоголь в рюмках, да? Да, это самое страшное, потому что дети маленькие, они могут выпить крепкий спиртной напиток, это может вызвать не только отравление, сколько и повреждение слизистой и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, когда маленькие дети в доме, а это как минимум до 4-5 лет, за своим столом, за окружением, за наличие таблеток на низких ярусах, каких-то хлорсодержащих бытовых предметов, которые мы обрабатываем поверхности, не должно быть. Ну, тогда вернемся к пункту первому, вашему. И, кстати говоря, у зрителей он тоже, в общем-то, был самым частым ответом. Это переедание, это новогодний стол. Но у нас ведь, вот я почему говорю, поговорим о традициях, да? У нас Новый год равно застолье. Застолье равно Новый год, но вот никуда от этого не уйти. Вот русские считают, что в этом главная прелесть праздника, ну, отлично. И вот сейчас многие, тем не менее, и зрители опасались, то есть понимая, что дети будут переедать и прочее. Скажите, нужно ли делать для детей какой-то отдельный новогодний стол, либо, ну, пусть они едят то же, что и будут есть взрослые? Ну, мы же знаем, что взрослые будут есть. Да, мы с вами знаем, точно. Я думаю, что все зависит, конечно, от возраста ребенка, потому что дети до трех лет должны питаться с индивидуального стола. И это не те продукты, которые… Это те продукты, из которых может быть приготовлена детская еда, но это не равно тем же самым продуктам и добавление каких-то дополнительных соусов, там, по-другому посоленной, взрослой еде. И поэтому, конечно, в более младшем детском возрасте родители должны быть более внимательны к тому, что ест ребенок и что есть за родительским столом, чем накрыт стол. Это связано, конечно, и с тем, что у детей до трехлетнего возраста у них особое познавательное стремление, оно повышено, им все интересно, и поскольку они свой мир узнавали еще до года, скорбления, да, они все пытались заносить в рот, и, наверное, какие-то свойства тому, что было во рту для себя, какие-то заключения о данном продукте, предмете, все-таки у них имелись. И поэтому дети до трехлетнего возраста стараются и познают весь мир тоже через рот. И, конечно, майонез не должен быть тем продуктом, который будет максимально доступен ребенку. Какие-то острые соусы, грибы, консервы, сладкие блюда – все это не должно быть на детском столе. И, естественно, если это семейный стол, и за столом сидят и маленькие дети, все должно быть рационально. Поэтому родителям стоит обратить на это внимание, чтобы потом, наверное, день на второй, на третий, с каким-то отравлением, с пищевым, с какими-то проблемами обращаться в поликлинику, приходить с болями в животе у детей на прием к врачам. Либо вообще по скорой помощи с боли в животе, для того, чтобы исключить аппендицит, обращаться в хирургическое отделение круглосуточного стационара. Ну, тем более, что взрослые на самом-то деле знают о том, что для детей в празднике ведь важно не застолье, для них важнее игры, подарки. И вот как раз о подарках. Опять-таки же Новый год, все заранее родители начинают заботиться о том, чтобы сделать подарки. И это не только игрушки. Даже если это игрушки, или какие-то там заветные желания ребенка они выполняют, все равно непременно придут гости, все принесут по мешку конфет. И табу вот, оно снимается на эти дни. То есть ребенок может сладости есть бесконтрольно. Знаете, я сегодня вот зашла просто по пути на работу, купила, ну, вот первый попавшийся подарок, и хотела попросить вас прям выспать, мы с вами далеко сиди, поэтому я вам сейчас его отправлю, просто посмотреть, что есть в новогодних подарках, насколько это все полезно, либо нет, и в каких дозах все-таки это нужно вот есть. То есть, ну, шоколадные конфеты, понятно, разные. Раньше как-то вот в подарках были, я не знаю, мандарины, может быть, их не было особо в продаже. Конечно, подарок, главным образом, состоит из конфет. Это сладостей, и в таком количестве, в котором они находятся в подарке, в один присест, это просто отравление. Но если даже его не будет, то, возможно, аллергическая реакция, потому что есть такое количество углеводов. Это организм должен работать просто на износ постоянно, для того, чтобы как-то их утилизировать, и вообще потом вывести из организма. Ну, и плюс еще, что в данных конфетах может быть, это для того, чтобы максимально они были длительный срок мягкие, для того, чтобы они сохраняли свои вкусовые особенности, содержание синтетических Е, как мы их называем. Конечно, это не вот тебе натуральный шоколад. Да, для того, чтобы максимально сохранить те свойства, которые привлекают наше население для того, когда мы едим. А что делать-то? Отобрать у ребенка, спрятать? Я так думаю, что с ребенком лучше всего договариваться на берегу. Прежде чем предложить ему подарок, мы можем все дружно полюбоваться этими конфетами в игровой форме, допустим, привлечь его внимание к какому-то тут красивые, блестящие, шуршащие фантики, что-то из конфет оставить, а, допустим, предложить ему сказать, что это полностью твой подарок, но давай мы продолжим есть, играть, рассматривать на следующий день. И ребенок положим куда-то, в то место, которое будет тебе доступно. И ты будешь знать, что это тебя, он тебя ожидает, но как-то все это делается в разумных пределах, потому что, конечно... Очень много химии и синтетики, да? Очень много, очень все сладко, а ребенок, например, для трех лет, он не более 10 грамм сахара во всех продуктах должен в день получать. Да, ну и заканчивая про конфеты, я даже видела вчера призыв педиатров, которые предлагают, идя в гости, нести ребенку не конфеты, а все-таки какую-то игрушку. Игрушку? Яблочко будет неплохо. Да, ну не знаю, ребенок, наверное, может быть, яблочко не так обрадуется. Как игрушки. Да. И еще в тему питания длинные выходные будут 10 дней, и, конечно, все повсеместно постараются выйти на природу и повсеместно будут жарить шашлыки. Вот что про это скажете? Ну, я могу сказать, что если шашлыки из качественного мяса, предварительно это мясо может быть, например, замочено таким образом, что оно легко жуется, легко переваривается, то любое качественное мясо, свежеприготовленное, оно не навредит. Единственное, что тоже в разумных пределах, потому что мы можем съесть килограмм шашлыка в один присест, а можем съесть несколько кусочков. Эти кусочки могут быть в сочетании с овощами, если это сырые овощи, либо тоже приготовленные, запеченные. Я думаю, что без, допустим, каких-то дополнительных углеводов, дополнительных, может быть, хлебных изделий, это хорошая, качественная еда, которая фактически... Ну вот, видите, вы все время говорили, это нельзя, это нельзя, вот сейчас это уже можно. А мы сейчас вновь обращаемся к опросу наших зрителей, и мы спросили у них, а где будут их дети в новогоднюю ночь? Новогоднюю ночь они проведут с родителями. Елка, Дед Мороз, подарки, снежки, горки, все как в нашем детстве, мы их воспитываем так. Возле елочки обязательно будет Дед Мороз, снегурочка, обязательно будут подарки. Будем водить хоровод вокруг елочки. Под елкой искать подарки с утра. Мы в гости собираемся к родственникам съездить, первого числа, новогоднюю ночь дома. Мои дети уже взрослые, поэтому они будут встречать на даче. Вкусно поедим. Ну, сходим, наверное, на улицу, там во дворе у нас достаточно активно, а потом, как обычно, спать. Ну, вот, в общем-то, здорово, но дети будут вместе с родителями встречать семейный праздник. Но, скажите, насколько полезно детям, ну, наверное, трехлетние-то так и так не выдержат до утра, ну, пусть там ребенок 5-7 лет. Насколько полезно для них провести всю ночь с родителями и не спать до утра? Ничего страшного же один раз в году. Ну, я так думаю, для абсолютно здоровых детей однократно проведенная ночь – это не столь большая проблема, поскольку в последующие новогодние праздники есть возможность восстановить режим дня. Ну, конечно же, рациональный режим дня, в одно и то же время подъем, прогулка питания – это снижение уровня стресса, это правильное функционирование организма, это становление активного иммунитета, это то, что мы, врачи, называем формирование здорового организма, наверное, сохранение здоровья на пути сопротивляемости любой инфекции. Но вы хотите сказать, что в новогодние каникулы нужно все равно детей будить, не давать им спать полдня, укладывать вечером, может, пусть там сколько хотят, сидят? Ну, мы знаем прекрасно о том, что у ребенка вообще, начиная с 8-летнего возраста и более старшего возраста в том числе, должен быть полноценно рациональный 8-часовой сон, это позволяет восстанавливать организм. И поэтому фактически, если случилось так, что один раз в Новый год вся семья встречала праздник вместе, и получилось, что ребенок не заснул в этот период времени, просто нужно постараться восстановить тот режим дня, который был присущ ребенку, для того, чтобы избежать тех перегрузок, тех стрессов, которые вот нарушение режима вызывает в организме ребенка. И я так думаю, что это будет в дальнейшем не проблема. Вы также в списке опасностей называли петарды, фейерверки, что очень любят тоже наши все люди. Да. Вот. И каждый год многие службы говорят о том, что это опасно, но, тем не менее, никто не отказывается от таких развлечений. Это действительно опасно? Или это теоретически опасно? Что вы наблюдаете из практики? Мы из практики наблюдаем, что после того, как проходят новогодние праздники, в травмпункт больницы Середавина, это детский травмпункт, обращается огромное количество наших пациентов. Эти пациенты обращаются с травмами различного локализации, различной распространенности. Причем эти травмы бывают как лица конечностей, так и конъюнктивы глаз. И даже вплоть до того, что после использования данных средств возникает необходимость оперативного вмешательства. Поэтому, конечно, я, насколько помню, в этом году запретили использование таких крупных салютов, но я думаю, что вряд ли нас кто-то остановит. Запретами нет, конечно. Да, да, да. Поэтому стараться делать и приобретать это в лицензионных, лицензированных магазинах и делать, если это возможно, на расстоянии от лица, от рук, от глаз, чтобы тем более рядом не было детей. И уж точно не ребенку это доверять. Нет, ни в коем случае. Светлана Александровна, если петарда разорвалась в руках у ребенка, понятно, что родители при любой, наверное, аналогичной ситуации скорее всего растеряются и не будут понимать, что делать. А что делать все-таки? Давайте, может быть, еще вот такой совет дадим. Ну, я так думаю, что если петарда разорвалась в руках ребенка, все будет зависеть от того, что после этого произошло. Это ожог. Ну, если сейчас по худшему варианту, допустим, прям бывает же и пальцы отрывают, правильно? Ну, в данной ситуации мы должны немедленно вызвать скорую помощь. И в зависимости от того, травма какой локализации, либо это больница Ярошевского, если это касается глаз, тоже круглосуточно дежурит, либо это больница Середовина, как я говорила, там работает детский травмпункт. Ну, фактически, наверное, это два основных учреждения. Сами пытаться засунуть руку в снег, забинтовать, что ли? Если это произошло на улице, нужно постараться наложить, найти что-то относительно чистое, там, я не знаю, носовой платок, не обрабатывать, не трогать. Если это вызывает выраженную болезненность, постараться дать ребенку по возможности обезболивающую какую-то таблетку, которая реально помогала родителям. И, естественно, еще раз попытаться максимально быстро доехать до приема врачей. Я надеюсь, что дети все-таки вместе с родителями будут очень много гулять в эти выходные, дышать свежим воздухом. Но кто его знает, вдруг все-таки случатся морозы. Вы говорили про переохлаждение, что это все-таки опасно. Да, переохлаждение опасное. В первую очередь дети обращаются затем в лечебное учреждение с отморожениями конечностей. Для того, чтобы ребенок не замерз, необходимо несколько уровней одежды. Это как минимум три. Желательно, чтобы эти были из одежды хлопочатобумажные. Это маечка, свитерок и водолазка, например. Обязательно головной убор и подголовной убор должна быть, если это ребенок маленький, надеты точно так же хлопочатобумажная шапочка, у ребенка должны быть обязательно перчатки. И при первых признаках, которые выражаются и заключаются в том, что они менее конечностей, и кажется, что снизилась чувствительность, ребенок должен быть переведен в теплое помещение, с него должны быть сняты либо сапожки, либо перчатки. Если конечность имеет обычный цвет, то нужно либо под теплую воду, обязательно теплое питье, ни в коем случае не под горячую воду и руки не на батарее. Если цвет конечностей изменился и по-прежнему в течение минут 30 сохраняется, а не менее, необходимо обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы понять, какую помощь в данной ситуации нужно будет оказать. Ну и, наверное, больше всех не любят новогодние праздники, травматологи могу предположить. Я думаю, да. Что с травматизмом детским в эти дни обычно происходит? Ну, вообще зимой и не только в новогодние праздники количество детей, которые обращаются с родителями в термпункт, всегда увеличивается. Буквально там неделю-две назад, когда у нас был такой достаточно холодный период времени и достаточно ледяные дороги, пути во все стороны были заморожены. И было очень и очень скользко. Количество обращений было увеличено в разы. Это, конечно, травмы, это переломы, это ушибы. И дети катаются с горок, срываются оттуда. И это может быть даже более серьезные черепно-мозговые травмы. Поэтому, конечно, я думаю, травматологи, работники травмпункта крайне не любят зиму. И особенно новогодние праздники, когда дети иногда предоставлены сами по себе, не всегда есть рядом родители, и они максимально в своем детском, наверное, обществе, компании пытаются общаться в рамках того, наверное, что позволяет условия. Сейчас лед, снег, скользко, поэтому это подушки, это цанки, это какие-то электросамокаты, называются они там сани, да. И, конечно, это повышенная травмоопасность во всех этих случаях. Ну и прежде чем мы будем прощаться со зрителями, все-таки как, главный совет, как уберечь детей, чтобы все прошло замечательно? Ну, я думаю, основной совет это не оставлять детей без наблюдения родителей. если есть то место, где родители вместе проводят... То, чтобы дети все время были на глазах. Правильно я понимаю? То рядом с ребенком обязательно должен находиться взрослый. С наилучшими пожеланиями счастливого Нового года, безопасного Нового года. Мы со Светланой Александровной с вами прощаемся. Увидимся уже в следующем году. Берегите своих детей и себя обязательно берегите. Спасибо. До наступающего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова